Спасибо большое. Для нас это большая радость быть с вами и сегодня тоже. Несколько лет назад, после того, как вы очень хорошо потрудились, и достали деньги для того, чтобы приобрести это здание. Наша собрание в Чикаго, мы тоже сделали небольшой вклад и помогли в восстановлении и ремонте этого здания. Это было большое... Спасибо. Поэтому от братьев и сестер в Чикаго я приношу приветствую. Передаю вам с приветствием. И это большая радость быть здесь сегодня, видеть законченное красивое здание, видеть вас всех, которые находятся здесь и поклоняются. Павел в послании к Эфесянам говорит о том, как Божий план будет стоять и исполнится. Что он хочет взять всех вас евреев и всех язычников и берет Бог вместе и сделает одним человеком. Мы нуждаемся в вас. В Чикаго, мы нуждаемся в вас. Нам нужно ваше священство в плане Божьего Слова. Нам нужно ваше радостное поклонение. И мы нуждаемся в этом факте, что от вас пришел наш Господь, Ешуа Мошех. Но вы также нуждаетесь и в нас. Ни один не может быть совершенным, не имея другого. Боих евреев и язычники, как один новый человек. Аминь? Аминь. Потому что в браке между мужем и женой есть много различий. Вы заметили различия между мужем и женой, мужчиной и женщиной? Но мы нуждаемся друг в друге. В Америке есть такая поговорка что противоположенности привлекают. Мы привлекаем друг друга, потому что мы настолько разные. Но иногда после того, как мы привлечены друг к другу, тогда противоположенности воюют. И иногда те, что нас attracted, иногда становятся оружиями, которые мы боремся против. И иногда те разницы, которая вначале нас привлекла друг к другу, используются как оружие тем, что мы воюем друг с другом. Но так не должно быть. И сегодня мы поговорим об этих различиях в браке. Они не должны разделять нас. Но Божий план это, чтобы эти различия соединяли нас. И я хочу присоединиться к словам моего мужа и сказать, какая большая честь для нас быть здесь. Пару дней назад, когда мы приехали сюда, мы сняли машину для того, чтобы приехать сюда. Мы до этого никогда не ездили в незнакомой стране. Мы очень во многих странах были, но никогда не брали машину, чтобы ездить. Я могу сказать честно, я нервничала. Она очень нервничала. Очень нервничала. Мы не знаем иврита. И я очень нервничала. Но я начала слышать такое слово «дом». у меня просто нервную систему пронзило этим словом. И я поняла, что Бог хочет сказать, что это его дом. И спустя некоторое время я осознала, что я тоже вернулась домой. Я поэтому хочу поблагодарить вас за то, что вы позволили нам приехать. Для меня это очень много значит. Я хочу поговорить с вами немного о разнице. Женщины и мужчины очень разные существа. Когда дети рождаются, мальчики, чтобы вы знали, смотрят на движущиеся предметы. А девочки смотрят на лица. И когда маленькие мальчики начинают играть, они издают разные звуки. Они издают различные звуки. А девочки играют в домик. Они уже пытаются говорить, использовать нормальные слова. И они играют в отношения. И эти маленькие мальчики вырастают, становятся мужчинами. И они говорят, эти мужчины говорят 12500 слов в день. А когда женщины вырастают, становятся женщинами. И мы говорим 25500 слов в день. Дамы, мы говорим больше. Мы очень открыты к отношениям, и мы очень много говорим. Это научно доказанный факт, это правда. Вы будете говорить с женщиной, она будет красиво приукрашивать и говорить все, что она хочет сказать. А мужья могут ограничиться словом да. Нет. Или нет. И все. Женщины намного более вербальны, чем мужчины. И женщины говорят на языке намеков. Они говорят, например, такие вещи. А разве не прекрасно было бы, если бы мы сегодня вышли куда-то поужинать? А из-за того, что мужчины более ограничены, логичны, они говорят, нет. Я хочу поужинать дома. Они не понимают, что это был намек, а подтекст это давай-ка выйдем и поедем в ресторан. Потому что женщины говорят более общими намеками и ходят вокруг да около. А мужчины более логичны, они идут прямо к сути дела. И поэтому мужчины и женщины думают тоже по-разному. У мужчин работает больше левое полушарие. Вы более логичны. Поэтому, если рядом с вами сидит мужчина, поверните сейчас и скажите, ты более логичный. А женщины, у них работает более правое полушарие. И из-за этого мы говорим больше о чувствах и отношениях. И из-за этого мы говорим больше о чувствах и отношениях. Так мы думаем. Поэтому, если вы сидите рядом с женщиной, скажите, ты думаешь эмоционально. Вы заметили, что то, что я говорю, переживали это, что это правда? Заметили это в своих отношениях? Женщины эмоциональны, а мужчины логичны. Есть еще другая разница в мышлении мужчины и женщины. У женщин мысли формируются по мере того, как они говорят. Когда мы говорим, то мы параллельно думаем и слова исходят из того, что мы думаем. Мужчины не такие. Мужчины сначала подумают. Еще обдумают, что они хотят сказать. It's the right way. There is no right way. Джерри сказал, это правильно, нужно думать, прежде чем говоришь. А она с этим не согласна. Men think first. Мужчины сначала думают. So if there is a difficulty between a man and a woman, и если возникают трудности между мужчинами и женщинами, a woman can talk and talk and talk и женщина говорит, говорит, ее не остановишь. We can figure things out and we just solve problems and the man just sits there. А мужчина слушает и молчит. Потому что до того, как он говорит, ему нужно продумать, что он хочет сказать. Так Бог сделал каждого из нас. Мужчины лучше фокусируются. Они лучше фокусируются на чем-то. А женщины лучше могут делать несколько дел одновременно. Мы даже по-разному беспокоимся. Когда мужчины беспокоятся за что-то, у них сразу аналитическая картина выстраивается. Они сразу пытаются решить проблему, прийти к заключению. А женщины, когда беспокоятся, они начинают думать двумя полушариями. И когда женщины беспокоятся, это все построено больше на эмоциях. Даже в время стресса мы ведем себя по-другому. Если мы в состоянии стресса, женщины помнят детали. они могут сказать, напомни тебе, что ты сказал на прошлой неделе. И еще две недели назад. И три недели назад. А во время стресса мужчины отключаются. Мы разные. Повернитесь к вашему соседу и скажите, мужчины и женщины разные. Сделайте сейчас, повернитесь к вашему соседу и скажите, мужчины и женщины разные. Мы разные. Один не лучше другого. Мы просто нас отворили по-другому. И мы даже разные в наших ценностях. Где-то год назад я слышал учения тоже о мужчинах и женщинах. И этот учитель сказал, вам нужно понять, как женщина устанавливает для себя ценности. И он сказал, что мужчины, все, что бы вы ни сделали для своей жены, для своей жены стоит одного, заработать одну очку. Если вы возьмете ее в экзотический отпуск, например, на Гавайи, заработали одну очку. Если вы сегодня помыли посуду, это еще одну очку. Все, что бы вы ни делали, вы заработаете одну очку. И я просто в это не мог поверить. И мы после этого пошли с Крис погулять. И я передал ей, что сказал этот человек. Я сказал, неужели это правда? Что бы я ни делал, неужели для тебя это всего лишь одно очко? Она сказала, нет, конечно, это неправда. А наше романтическое путешествие намного больше для меня стоит, чем ты помоешь посуду. Но потом она добавила предложение. Она сказала, но все очки распространяются, отменяются в полночь. Все очки отменяются в полночь. Все заработанные ранее очки отменяются. Нужно заново каждый день начинать. Возможно, вчера вы просто какие-то чудесные вещи для нее делали, но в полночь все это отменяется, начинается новый день. Но мы отличаемся не только по нашему полу. Во многих браках я также заметил разницы в окружении наших, в нашем семейном окружении. This is very true for me and Chris. Для меня и Крис это очень, это большая правда. I grew up in the far south of the United States. Я вырос на юге Соединенных Штатов. Her family was from Detroit, Michigan in the north. А ее семья была с Детройта, с Мичигана, которая находится на севере. My father did not even have a high school education. У моего отца не было высшего образования. He was a truck driver. Он был водителем трактора. And so my family was very frugal. Моя семья была простой. We didn't spend money very easily. Мы не тратили деньги с легкостью. My wife's father is a small business owner. У самой жены был небольшой бизнес. And in his mind money is something that you should enjoy. И в его разуме деньги это то, чем нужно наслаждаться. Spend it freely. И спокойно, легко их тратить. And so that created differences when we came together in marriage. И когда мы поженились, для нас возникла эта разница. Because I wanted to be very careful with the money. She wanted to be able to spend more freely like her parents. Она хотела, так она привыкла в своей семье. Ее родители так делали. Свободно тратить деньги. We got married in the middle of December. Мы поженились в середине декабря. This December will be 43 years ago. В этом декабре у нас будет 43 года нашему браку. And because our wedding was so close to the holiday called Christmas, и наша свадьба была перед праздником Рождество, I don't know if you practiced Christmas in Israel or not. Я не знаю, празднуете ли Рождество здесь в Израиле. But in America we give gifts to each other at Christmas. But because our wedding was just less than 10 days before Christmas, I didn't think I really needed to get a Christmas gift for my wife. But in her family, Christmas is a big deal. I think her mother waits the first eleven months of the year just to get to December to celebrate. And I noticed so many gifts that they were planning to exchange with each other. So on Christmas morning, I thought, maybe I should get her a gift after all. So on Christmas morning, I thought, maybe I should get her a gift after all. Maybe I should get her a gift. Let me explain. Let me explain. When we got married, my husband gave me a gift. My husband gave me a gift. He gave me a Bible. He gave me a Bible. On wedding. And he thought, oh, that will last for a long time. Это был подарок, который на долгое время. Больше он мне долго ничего не дарил. Он думал, что все, он поставил в ВИ, больше ничего не должен. И в это утро он вышел и купил свечку. И на Рождество я получила свечку, Библия и свечка. И вот я смотрю на этот подарок на свой. Свечка. Мы очень по-разному росли. И наш характер очень, наша личность разная. И языки любви у нас разные. Вы знаете, что есть языки любви, через которые мы передаем любовь. На самом деле, это больше как мы не передаем, а получаем любовь. И самый лучший способ показать мне свою любовь это сказать слова ободрения. Когда он мне хочет показать свою любовь, я хочу, чтобы он мне рассказал красиво, как он меня любит. Я хочу, чтобы ты говорил. Мой второй язык любви. Я хочу поговорить об этом языке любви, слова, ободрения, слова. Какие из женщин в комнате вы хотите слова от ваших мужчин? Женщины, хочу спросить у вас, сколько из вас хотят получать, слышать слова от своих мужчин, красивые слова, слова любви? Этого я и боялся. Я хочу сегодня помочь мужчинам в этом помещении. Потому что для нас, мужчин, иногда становится трудным адекватно объяснить свою любовь. Вы знаете, что еврейский царь Соломон дал нам хороший пример, как говорить на этом языке любви? Поэтому если вы не уверены, каким образом сделать комплимент и показать любовь к своей жене, вы можете открыть книгу Песнь Песней. Я хочу несколько отрывков сказать, как Соломон говорил на этом языке. Он сказал однажды, твои волосы. Твои волосы, как стадо козлов. А потом он сказал, твои зубы. Твои волосы, как свежие новорожденные овечки. Он говорит, твоя шея, как башня с толпы там какие-то были. Потом он посмотрел на эту женщину, которую он любил. Он говорит, твой нос. Твоя шея, как башня Ливанская. Может быть, не такая хорошая идея использовать песню Песней. Не надо говорить, что у вашей жены волосы, как стадо козлов. Они не так это поймут. Но мне нужны слова ободрения, слова обожания. Это для меня язык любви номер один. Мой второй язык это подарки. Поэтому получить свечку в подарок для меня было проблемой. Слушайте, 43 года прошло, а она мне забыть не может эту свечку. Мой язык любви это не слова ободрения, обожания и совсем не подарки. Мой язык любви это значимое прикосновение. И когда Крис берет меня за руку, я чувствую себя мужчиной настоящим. Для меня это такое чувство дает, что меня ценят. Но иногда, потому что я получаю любовь таким образом, я тоже стараюсь передавать ей любовь, прикасаясь к ней. Или я говорю, что я раньше так делал. Я гладил ее руку. Он не гладил, а он не дырку пытался проделать в этой руке. И меня это с ума сводить начало. Поэтому хочу вам сказать, что это не ее язык любви. Возможно, вам следует с вашим супругом сегодня поговорить. И спросить, как ты хочешь получать любовь от меня. Потому что есть разницы в каждом браке. Вот первый пункт, который я хочу, чтобы вы сегодня запомнили. Мы должны принять нашу разницу, как что-то, спланированное Богом. Те, которые были вчера, я говорил из книги Бытия 2 главы. Но из-за того, что некоторых из вас не было, я хочу прочитать это еще раз. Я хочу с 18 стиха прочитать. Господь Бог сказал, нехорошо человеку быть одному. Я сделаю помощника, соответствующего ему. Поэтому Господь сформировал из праха земного всех диких животных и всех птиц небесных. Он привел их к человеку для того, чтобы увидеть, как назвать их. И человек выбрал имя для каждого из них. Он дал названия всем животным, всем птицам, всем диким животным. Представьте себе. Тысячи разновидностей животных сегодня на земле. И Адам смотрел на каждого из них и мог дать имя каждому из них. Однако не нашлось помощника, соответствующего ему. Я очень рад этому. Я рад, что Адам не нашел среди животных помощника, соответствующего ему. Другими по-другому, может быть, вашей парой был бы слон. Это нехорошо. Не было помощника, соответствующего ему. Поэтому Господь навел на человека глубокий сон. И когда он спал, то Господь взял одно из его ребер и покрыл то место плотью. И сделал женщину из ребра Адама и привел ее к Адаму. И одно из переводов Библии там написано, и вот это то, чего, вот оно. Когда он увидел Еву, он сказал, именно ее я ждал. Я хочу спросить, задать вам вопрос. Вы верите в эту историю? Да? Вы верите, что это Божье Слово для нас? Потому что если вы верите в книгу Бытия 2, то почему бы нам не поверить, что Бог и для каждого из нас делал то же самое? Он привел к вам вашего супруга или супругу, которая предназначена именно для вас. И вместо того, чтобы позволять нашим различиям мешать нам, или даже разделять нас, давайте признаем, что эти разницы были для того, чтобы усовершенствовать друг друга. Я хочу напомнить один стих из книги притчей. Но если вы хотите записать, запишите эту притчу 27, 17. И Соломон сказал, как железо точится железом, так и человек обтачивается об человека. Я не знаю, как в Израиле. Но многие, которые читают Библию в Америке, просто читают и не останавливаются на том, чтобы задуматься, что там написано. Я очень много раз читал этот стих. Но однажды я остановился, чтобы подумать. Как металл точится в металл? Знаете ответ? Как железо точит об железо? Как железо точит об железо? Может быть, видели шефа в ресторане. Он два ножа друг в друга точит. А когда точится, то нож становится более острым. Знаете, что это за точка? Это искры. Это тот факт, что ножи и лезвия выравнивают друг друга. Я хочу рассказать одну историю, которая хорошо проиллюстрирует этот момент. Это история человека, который держал кошку. И он сидел и покачивался в своем кресле. И гладил кошку, покачиваясь. Но вместо того, чтобы кошку поглаживать по шерсти, как мы обычно нормальные люди поглаживают кошку, он ее гладил против шерсти. И кошке это не нравилось. Каждый раз, когда он гладил кошку против шерсти, она ему отвечала. Вот так. Пришел друг его, зашел в комнату, увидел все это действие. Он говорит, послушай, а почему тебе не попробовать в другом направлении кошку погладить? А мужчина говорит, а почему бы этой кошке не развернуться? Может быть, если ваша жена гладит вас против шерсти, и эти разницы с ума вас сводят, может быть, это Бог вас пытается укрепить, сделать более острым. И вместо того, чтобы расстраиваться, нужно измениться. Развернуться. Потому что Божий план того, что Он дал нам супруга, отличающегося от нас, это для того, чтобы нас сделать более острым. Я сегодня более лучший человек из-за того, что у меня есть Крис. Я надеюсь, что Крис может сказать то же самое, что она более хороший человек, лучшая женщина, чем была до меня. Потому что наши разницы должны нас укреплять и делать более острыми. Да, я могу сказать, что я более лучшая женщина, чем была. Второй пункт. Нам нужно изменить наш фокус. В притчах 18.22 написано, Кто нашел жену, нашел добро. На чем бы мы ни сфокусировались, оно увеличивается. Помните, в числах 13, в 13 главе, 10 загладатов вышли для того, чтобы проверить землю хананскую. И потом они вернулись. Они сказали, да, это земля, которая течет молоком и медом. И плоды в ней такие огромные. Но мы не можем завоевать эту землю. Там сыны гигантские живут. Невозможно. И сказал Халев. Он сказал, нет, мы можем захватить эту землю. А другие заглядаты и говорили, нет, невозможно. А земля поедает живущих на ней. Кто из вас думает, что земля поедает живущих на ней? Нет. Нет. Они просто испугались. Потому что они сфокусировали свое внимание на неправильных вещах. Они сказали, там гиганты в этой земле живут. Они такие огромные. Мы как саранча перед ними. Так мы это увидели. И я думаю, что они так на нас и посмотрели. Какая была разница между Халевом и десятью остальными загладатыми? Какая была разница? Десять заглядатов смотрели на проблему. А Халев и Иешуа смотрели на Бога. Бог достаточно силен для того, чтобы помочь им. А другие десять говорили, это невозможно, это слишком сложно. Точно так же и в браке. Нужно уметь фокусировать внимание на правильных вещах. Не фокусируйтесь на своих различиях и на том, что неправильно. Но фокусируйтесь на правильных вещах. Я знаю, что эта проповедь не изменит ничью жизнь. Но я верю, что если вы возьмете некоторые из этих принципов и примените их в своей жизни дома, то для вас это может сработать. Может улучшить ваш брак, сделать его еще лучше. Или для трудного брака оно может дать надежду. Поэтому если у вас есть ручка и бумага, я хочу дать вам три ободрения, три урока, которые я хочу, чтобы вы взяли домой и исполнили это. Первое это вопрос. Почему вы вступили в брак? Что привело вас рядом друг с другом? И для вас это ободрение. Сделайте, пожалуйста, для себя список из десяти вещей, которые вы цените в вашем супруге. Мужья, пожалуйста, запишите на бумаге десять вещей, которые вы цените в вашем супруге. И жены, запишите, пожалуйста, десять вещей, которые вы цените в вашем супруге. А потом возьмите этот листок бумаги и прикрепите на видное место. И когда вы придете, когда вы будете молиться Богу, поблагодарите Бога за эти десять вещей. Ни один, ни два, ни три. Десять вещей. Для вас это будет напоминание того, что это хорошо. Никто не совершенен во всем. И никто не полностью плохой. В браке мы должны сфокусироваться. Повернитесь к своему соседу и скажите, сфокусируйся. Повернитесь к своему соседу и скажите, сфокусируйся. Повернитесь к своему соседу и скажите, сфокусируйся. Почему вы не говорите, сфокусируйся? Я жду. Повернитесь к соседу и скажите, сфокусируйся. Пожалуйста, все скажите это слово, сфокусируйся. Спасибо большое. Сфокусируйтесь на том, что правильно. Есть второй вопрос. Какие приоритеты вы разделяете вместе? Мой муж и я, мы очень разные. У нас окружения разные, у нас характеры разные. Мы на самом деле два совершенно разных человека. Мы даже по-разному делаем записи для наших проповедей. Он пишет одним словом. И это одно слово, оно будет напоминать ему целый текст, о чем он будет говорить. Я пишу все, включая запятые. Я своей памяти не доверяю. Мы очень разные в том, как мы делаем разные вещи. Но есть некоторые ценности, которые мы вместе разделяем. И я хочу поделиться этими ценностями вместе с вами. Потому что, может быть, вам это поможет, когда вы будете думать о ваших ценностях. А я и мой муж вместе ценим Божье Слово. Это Божье Святое Слово. И нам нужно оповиноваться каждому слову. Не только тем, которые нам нравятся. В ранние годы нашего брака у нас было много с этим проблем. Но, зная Божье Слово, мы знали, что Бог ненавидит развод. И для нас это было мотивом продолжать быть вместе. Вторая ценность, которую мы разделили, Мы хотели помогать людям. Мы хотели помогать различным народам. Поэтому мы путешествовали по разным странам. Это что-то, во что мы вместе очень сильно верим. И, конечно, наша семья — это наша ценность. Поэтому для вас это утверждение, одобрение. Я хочу, чтобы вы записали. Я хочу, чтобы вы сели и вместе записали ваши общие ценности. Вместо того, чтобы фокусироваться на разницы, сфокусируйтесь на том, что у вас общее. И теперь третье. В чем нуждается ваш партнер? Вместо того, чтобы думать, о чем вы нуждаетесь, и что вы не получаете в вашем браке, подумайте, сфокусируйтесь на том, в чем нуждаются они. Спросите их, не стесняйтесь. Вот для вас это дело. Сядьте, пожалуйста. Сядьте и спросите, каковы твои нужды. И послушайте. Внимательно превратитесь в ухо и послушайте. Потому что нужды вашего супруга, они не обязательно будут такие, как у вас. Я хочу привести пример небольшой. Мой муж хотел показать, как он меня любит. Поэтому он постирал вещи. Это хорошая вещь, звучит хорошо. Он думал, что меня это удовлетворит. Он подумал, что я почувствую его любовь. Но какие мои языки любви? Помните? Слова любви. Я нуждаюсь в словах. И если цветы у меня к словам захочет прибавить, я не буду против. И то, что... То хорошее дело, которое он сделал, оно не отвечало моим нуждам. И здесь он посмотрел на себя, как что он такой чудесный муж, сделал стирку. Но из-за того, что он со мной целый день не разговаривал, не говорил мне, как он меня любит, я думала, что он ужасный муж. Поэтому сядьте и послушайте друг друга, в чем вы нуждаетесь. Помните 1 Коринфянам, 3 глава, 13 глава? Любовь не требует, не ищет своего. Вместо того, чтобы фокусироваться на том, чего у вас нет, сфокусируйтесь на нуждах друг друга. И вот последний пункт на сегодняшний день. Любите и принимайте своего партнера. Послушайте, что написано в Римлянах, 15 глава, для всех нас. Нам не нужно угождать самим себе. Повернитесь к вашему соседу. И скажите, что Павел сказал здесь. Мы не должны угождать самим себе. И в седьмом стихе написано. Поэтому принимайте друг друга. Так как Машех принял вас. Чтобы Богу была дана вся слава. Если вы действительно хотите воистину любить вашего супруга, вы должны принимать их такими, какие они есть. Вы не те, кто призван их поменять. Возможно, ваши отношения помогут им измениться. Но это не ваше дело и не ваша работа их менять. Ваша работа и ваше дело их принимать. Иногда мы смотрим на вещи со своей собственной перспективы. Мы говорили об этом все время. Насколько мы разные. Ему нравится делать что-то не так, как на это нравится мне. Мы тратим слишком много времени за те 43 года брака мы много времени потратили на то, чтобы пытаться изменить друг друга. Я могу сказать, что это не работает. Бог меняет. Наша ответственность — это любить своего супруга таким, какой он есть. сфокусироваться на их хороших качествах, ободрять их и любить их, и благодарить в молитве Бога за нашу вторую половину. Я знала слишком много жен, которые молились таким образом. Бог, быстро измени моего мужа. Это не хороший человек. Измени его. Таким образом, не нужно молиться. Нужно молиться, Господь благослови моего супруга. Благослови их. Благословляйте их, ободряйте их. Используйте. Укрепляйте их. После 43 лет в браке, почти, я люблю своего мужа сегодня больше, чем когда-либо. Я нуждаюсь в его любви, я нуждаюсь в его ободрении. Не нужно, чтобы он меня исправлял. Мне не нужно, чтобы ты меня исправлял. Иногда я прихожу к нему с проблемами. И он пытается их за меня решить. И я прихожусь в отчаянии. Потом он начинает вспоминать наши собственные уроки. И он говорит, А это вот такой момент, когда ты хочешь, чтобы я тебя любила, а не пытался что-то исправить? Я говорю, да. Не нужно решать мои проблемы. Мне не нужно, чтобы ты что-то исправлял. Я хочу просто пожаловаться, хочу, чтобы ты меня обнял. И сказал, бедняжка моя. Нужно понять нужды друг друга. Не нужно менять ничего. Но служить друг другу. Римлянам 12.5 написано, Пусть Бог поможет вам жить в гармонии друг с другом. Как мы уподобляясь последователям Иешуа Машеха. Вы с нами познакомились вчера вечером. А вы увидите нас сегодня, вы видите, что мы любим друг друга 43 года. Но я вам могу сказать, что не всегда это было так. Когда мы вернулись домой с Филиппин, где мы служили миссионерами, это было 40 лет назад. Крис была подавлена, разрушена полностью. Физически она весила где-то 40 килограмм. Она не только подорвала свое здоровье, она была полностью разбита эмоционально. И наш брак был разрушен. Она где-то месяц лежала в больнице. И, честно говоря, я не был уверен, что наши отношения выдержат. Я не был уверен, что мы доживем до нашей следующей даты готовщины. Но я до сих пор помню, как Бог вступил в наши отношения с Своим Святым Духом. И изменил наши сердца. И Он восстановил наши отношения. Это то, что Он делает. Павел говорит во 2 Коринфянам, Бог установил отношения между нами и Ним. И потом Он призвал нас к тому, чтобы мы имели отношения друг с другом. Это послание не только для супружеских пар. Это работает с той разницей, которая у нас есть с другими людьми. Люди вокруг нас, которые отличаются от нас. Бог призвал нас к тому, чтобы мы имели отношения друг с другом. И я хочу сказать вам, что если Он сделал это для Криса и для меня, Он может для вас это сделать, находящихся в этом зале. Я думаю, что зал такого размера, с этим количеством пар сегодня, Возможно, некоторые сейчас имеют проблемы в своем браке. Возможно, у вас есть проблемы с другом, с каким-то или с работником. Возможно, вы пришли сегодня сюда и чувствуете, что ваши отношения безнадежны. Что никогда отношения не будут такими, какими вы хотите их видеть. Но знаете, Ишуа сказал, человеку невозможно. Но Богу возможно все. Богу возможно все. И я хочу помолиться за вас сегодня. Встаньте, пожалуйста. Я хочу помолиться за всех, находящихся здесь. Но если вы чувствуете, что ваш брак нуждается в особой молитве, или есть отношения в вашей жизни, которые нуждаются в исцелении от Ишуа, я попрошу вас выйти и вперед. Мы помолимся за вас. Потому что Библия учит нас, если мы возлагаем руки на других верующих и молимся за них, то сила Святого Духа может быть высвобождена. Поэтому Крис и я, мы помолимся за вас. Поэтому если вы хотите молитву, когда я буду молиться за всех, вы можете выйти вперед. Отец, во имя Ишуа, я молюсь за каждого человека в этом помещении. Я молюсь за отношения в браке. Особенно за те брачные узы, которые находятся в проблемах. Где есть проблемы и конфликты. Где различия отдалили нас друг от друга. Вместо того, чтобы приблизить нас друг к другу. Я молюсь, чтобы твой Святой Дух пришел прямо сейчас. Чтобы ты работал в наших сердцах. Чтобы мужья и жены получили исцеление своим ранам. Чтобы ты мог дать нам силу прощать прошлое. Чтобы наши сердца были открыты принимать от тебя. Я молюсь, чтобы ты обновил нашу любовь друг к другу. Чтобы это было так, как в самом начале. Чтобы наша любовь была такой сильной. Чтобы наши отношения были едиными. Чтобы мы могли найти единство, которое ты запланировал для нас. Мы молимся об этом во имя Ишуа Машеха. Давайте еще сядем. Ли криса я не вуа в Иератста. Ли шахерет я не вуа в Урейну. У Крис было пророческое слово. Она хотела нами с ним поделиться. Я сегодня утром молилась. И Бог дал мне слово для вашего собрания. Я не вуа в Урейну. Так же, как я, когда разбросала эти ментоловые конфетки. И вы не поняли, это было непонятно. Это сбивало с толку. Бог говорит, что враг также пытается сбить вас с толку. В отношении Божьих целей. Когда мы достигаем определенного момента. Того момента, когда Бог изменит будущее. И когда достигнет своих целей для этого региона. И в этот момент враг пытается внести беспорядок. И эти беспорядки, которые враг пытается внести, не всегда кажутся нам плохими. Они могут казаться такими ментоловыми конфетками вкусными. Особенно если у вас в тот момент плохое дыхание, так вам это поможет. Иногда враг использует хорошие вещи для того, чтобы в нас нести беспорядок. Поэтому слово Господа было ко мне сфокусироваться. Вы получили спасение, и Бог привел в свое царство для этого времени. Если вы знаете, что Бог от вас хочет, вы сфокусируете всю свою силу на этом. И двигаетесь в этом направлении, несмотря на все отвлекающие моменты. Если вы не знаете Божьих целей для вас, ищите Его лица, пока вы не узнаете. Потому что это очень стратегическое время для нашего собрания. Я увидела такую картину. Я увидела солдата, который поднимал оружие, пушку, в небо. А потом я увидела солдата, который прицелился и выстрелил. И Бог сказал мне, Вы распространяли свои молитвы. Вы молились так, как вы знали, как нужно молиться. Но это стратегическое время. И Бог хочет, чтобы вы были очень стратегичными в ваших молитвах. Он хочет, чтобы вы знали Его Слово и использовали в стратегии на фоне того, что произойдет. Поэтому наши молитвы должны быть стратегичными. И люди должны занимать стратегические позиции. Очень важно, чтобы правильные люди сидели на правильных местах. И очень стратегическое, чтобы мы достигали других, строили правильный план. У Бога есть план для великой работы для вас. И это будет завершено. Его работа будет завершена. Я хочу еще раз сказать это. Его работа будет завершена. Его работа будет завершена, когда вы выстроите стратегию и будете неуклонно двигаться по правильному пути. Не только лидеры и не только ваш лидер. Но каждый святой у Бога, чтобы исполнил свои цели. Если эту общину вы называете своим домом, если это ваше служение, я хочу, чтобы вы встали, и я хочу помолиться за вас. Отец, я благодарю Тебя за это прекрасное собрание. За этих мужчин, для этих женщин Твоих. Ты призвал их в это время стратегии для того, чтобы исполнить Твои цели. Во-первых, в Хайфе. И во всем этом регионе. Я молюсь, чтобы ты дал правильную информацию. Помоги, чтобы многие мужчины и женщины молились о специфических Твоих целях. Помоги, чтобы Твоя воля была исполнена в этот момент. Помоги нам игнорировать всякий беспорядок. Даже хорошие вещи, которые нам мешают. Помоги нам сфокусироваться на Твоих целях в этот момент. Благослови, пожалуйста, эту общину Твоей мудростью. И силой. И мужеством. И помощью. С точным знанием, каков Твой план для их жизни. И Тебе мы отдаем всю славу и честь. За все, что будет завершено в следующем году. В этом году это время, это стратегическое время. И этот год изменит направление и цели. И приготовит Тебя к Божьим целям. Благодарим Тебя, Иешуа. Благодарим Тебя, Иешуа, за Твою кровь, которую Ты пролил за нас. За Твою силу, которая истекает из нас. За Твою мудрость, которая живет в нас. Во имя Твое. Мы все молимся. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!